Доброе утро, добрые люди! Сегодня суббота, 13 апреля 2019 года. Я двигаюсь по своему обучению и сегодня очередной отчет. Итак, на сегодняшний день пройдено уже больше 20 уроков. На сегодняшний день проведено более 45 сессий. Были сессии коучинговые и были перекрестные консультации. Это невероятный приход опыта, чувство уверенности и чувство пользы, которое приходит с каждым днем. Я прям в восторге от этого. Конечно же, на меня еще влияют те входящие консультации и те входящие коуч-сессии, которые я принимаю. А для чего? Для того, чтобы свою жизнь навести в ней порядок. Я хотел поговорить сегодня о том, что же такое коучинг, как я его вижу. Он очень похож и очень близок к психологии. Даже наш курс называется «Коучинг и психология». Но психология больше принято считать, что это наука о том, как наладить что-то, какие-то проблемы, которые были в прошлом. То есть у человека там были какие-то обиды, травмы психологические. Как их исправить, потому что они на сегодняшнюю жизнь влияют. Потом есть мнение о том, что коучинг – это все-таки наука о будущем. Как создать свое успешное будущее, как увидеть его и к нему прийти. Но еще есть интересный момент, потому что коучинг – это то, чтобы определить состояние, где ты находишься здесь и сейчас. То есть ты прямо реально можешь измерить свою жизнь, где ты находишься, и посмотреть, каким образом ты себя ощущаешь. И заглянуть опять же вперед. Чего ты хочешь? Посмотреть, к чему ты хочешь прийти. Как ты там будешь себя видеть? Как ты будешь там себя чувствовать? А что произойдет? И это невероятная метаморфоза вот этих преобразований и преображений человека, который просто заглядывает, видит и сам в себе находит. Вот интересная мысль о том, что все наши страхи, они живут в нашем сознании. А все решения находятся в нашем подсознании. На самом деле человек сам знает все ответы на все вопросы в своей жизни. Но не всегда может их оттуда достать. Что для этого надо? А для этого нужны правильные вопросы и доверительные отношения к тому человеку, с которым ты выстраиваешь вот эти коучинговые сессии, с которыми ты проводишь. То есть, если ты готов, чтобы в твоей жизни пришли другие результаты, ты понимаешь, что надо другое мышление. Или другие привычки, или другие взгляды, или другие установки хотя бы сформировать. Как это сделать самому? Я не думаю, что каждый человек может это сделать. Во-первых, об этом трудно подумать. Об этом нет во внимании. В этом человек не привык жить, создавая что-то и творя себя. И вот когда появляется такая сфера, как коучинг, то я прям чувствую себя невероятно в восторге. Потому что я понимаю, да, рынка такого в России, может быть, еще нет. А он, может быть, еще многие люди не понимают, что такое коучинг и зачем он нужен. Но, если посмотреть сегодня на всех западных или американских артистов, на политиков, на спортсменов. У них у всех есть тренеры и есть коучи, которые им помогают добиваться результатов. Каким образом? Вот выстраивается та деятельность, которая помогает достать из человека самое лучшее, самое сильное, самое мощное. Достать все его ресурсы, это первое. И запустить вот эту вот энергию. Второе, что дает коучинг, он дает возможность найти в человеке то сопротивление, которое в нем есть. Тот мешок с песком, который есть у человека, это его проблемы, страхи, неуверенность, какие-то ограничивающие убеждения, установки. Как сделать так, чтобы от этого освободиться? Потому что если убрать сопротивление, то тогда человек просто начинает воспарять. Что его тянет вверх? Его тянет вверх его сила, его тянет вверх его мысли, его желание, его стремление, его вера в себя, его энергия, которую он прокачивает. Это как мешок, вернее, как шар с гелем у человека есть такой, и он тянет человека вверх. А вот мешает ему туда лететь вот этот песок, который есть у него в этом мешке. Вот получается такой образ воздушного шара. Согласны? Как сделать так, чтобы воздушный шар полетел? Чтобы он летел выше и больше и дальше, ему надо давать туда новые энергии. Это вот уверенность, это как раз энергия достижения, энергия действия. Но еще для того, чтобы шар летел лучше, сбрасывают балласт, убирают все песчаные вот эти мешочки, которые он везет с собой. Так устроен шар, да? И так устроен человек. Мы все несем с собой мешочки с песком. Страхи, обиды. Вот все, что я перечислял перед этим, да? Неуверенность. Самая большая бич сегодняшних наших людей, это неуверенность. Я поражаюсь. Есть женщины неуверенные, но есть и мужчины неуверенные. Они боятся разговаривать. Они боятся начать действовать. Одни боятся сесть за руль машины. Другие боятся летать на самолетах. Третьи боятся зайти на корабль, боятся воды. Четвертые не умеют плавать. Это же все страхи, которые мешают жить. А представьте, если бы вы все это умели и могли делать, как бы сложилась жизнь, да? Было бы невероятно круто. И если говорить о бизнесе любого человека, который сегодня стремится зарабатывать деньги, и там есть куча песка, куча непонимания, а там куча песка, которая мешает работать шестеренкам бизнеса. И в этом можно и нужно разбираться. Я, конечно же, понимаю, что может быть с первого раза непонятно, но ведь есть возможность нам просто встретиться и поговорить. Первая установочная сессия, она всегда идет как подарочная, бесплатная, для того, чтобы понять, мы друг другу можем быть полезны или нет. Мы друг другу можем дать какие-то шансы для улучшения этой жизни. Вот в чем вопрос. И это круто, я считаю. И я приглашаю воспользоваться этой возможностью. Мне кажется, в наше время, в современное, не воспользоваться возможностью, когда тебе протягивают руку и говорят, дай мне тебе помочь, ну, мне кажется, это просто преступление. Я, во всяком случае, так не делаю. Все мои тренеры и все мои наставники, которые мне протягивают руку дружбы и руку помощи, я пользуюсь каждым. Потому что от каждого получаю ресурсы, от каждого получаю энергию, видение, знания, и я прокачиваю свою уверенность, и я утверждаюсь в том, что я хочу вот туда. Я знаю, как это все произойдет. Когда это все произойдет, я понимаю, что я это хочу, значит, это в моей жизни будет. А как у вас, друзья? Готовы ли вы двигаться туда? Если да, то я желаю вам удачи. Если нужна помощь, если нужна моя поддержка, давайте встретимся и обсудим, как это может происходить. С уважением, любовью, с пониманием к вашим задачам и к вашим сложностям, Сергей Столу, я прошел этот путь сам и прохожу по нему. Я такой же, как вы, но, может быть, у меня есть сегодня какая-то способность, а может быть, очень большое желание приносить вам пользу. Воспользуйтесь и увидимся на наших консультациях. Счастливо!